Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4 в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Вступил в законную силу приговор суда в отношении гомельчанина, который до этого уже 7 раз был судим. Причем трижды за нарушение правил дорожного движения. Впервые на скамье подсудимых 43-летний мужчина оказался за хулиганство в 2001 году. Годами позже за причинение тяжкого телесного повреждения, кражу и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В очередной раз нигде не работающий гомельчанин был задержан за рулем автомобиля марки ВАЗ. По всем признакам был пьян, однако по прибытии в гомельский наркологический диспансер от освидетельствования отказался. В ходе судебного заседания свою вину мужчина полностью признал. Окончательно 43-летнему ранее судимому уроженца Будокошелевского района назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого решила с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на пять лет. Также к обвиняемому применено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбытия наказания. За прошедшие сутки в Гомельской области пожаров не зарегистрировано, однако помощь спасателей все же потребовалась. В Рогачеве работники МЧС выехали на вызов 78-летней женщины. У нее не получалось освободить палец от кольца. По прибытию спасателей к месту вызова было установлено, что у женщины 1940 года рождения на пальце левой руки одето кольцо, и из-за отека руки снять самостоятельно она его не может. Работниками МЧС при помощи специального инструмента кольцо было снято. Женщина не пострадала, в госпитализации не нуждается. ГАИ ищет очевидцев, которые могут помочь установить личность водителя, скрывшегося с места преступления. ДТП произошло в субботу, 14 апреля. В восьмом часу утра «Мазда-6» двигалась по улице Кирова со стороны Рогачевской в направлении Новополесской. В районе дома номер 46 водитель не уступил дорогу пешеходу, который в момент включения зеленого сигнала светофора начал перебегать в проезжую часть. 17-летний юноша угодил под колеса иномарки и спустя время был доставлен в больницу. 14 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кирова. На разрешающий сигнал светофора автомобиль не пропустил подростка. Загорелся зеленый сигнал светофоров для пешеходов. Подросток резко рванул через дорогу. В этот момент водитель автомобиля «Мазда-6» совершил наезд. Ребенок с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Если вы стали свидетелями данного ДТП и располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить об этом по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. А я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...